Книга 3. Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопроса о государстве вообще и разобрать, что такое, собственно, государство. В настоящее время на этот счет существует разногласия. Одни утверждают, что то или иное действие совершило государство, другие говорят «нет, не государство, а олигархия или тиран». В самом деле мы видим, что вся деятельность государственного мужа и законодателя направлена исключительно на государство, а государственное устройство – есть известная организация обитателей государства. Ввиду того, что государство представляет собой нечто составное, подобное всякому целому, но состоящему из многих частей, ясно, что сначала следует определить, что такое гражданин. Ведь государство – есть совокупность граждан. И так должно рассмотреть, кого следует называть гражданином и что такое гражданин. Ведь часто мы встречаем разногласия в определении понятия гражданина. Не все согласны считать гражданином одного и того же. Тот, кто в демократии – гражданин, в олигархии – часто уже не гражданин. Тех, которые получили название граждан в каком-либо исключительном смысле, например, принятых в число граждан, следует оставить без внимания. Гражданин является таковым также не в силу того, что он живет в том или ином месте. Ведь и метеки, и рабы также имеют свое место жительства наряду с гражданами, а равным образом – не граждане, и те, кто имеет право быть истцом и ответчиком, так как этим правом пользуются и иноземцы на основании заключенных с ними соглашений. Таким именно правом они пользуются. Принятый в число граждан человек, пожалованный гражданин. Гражданин, ставший таковым в силу определенного законодательного акта. Пожалованные граждане не пользовались всей совокупностью прав. В Афинах, например, они не могли быть архонтами и жрецами. Метеки, иноземные поселенцы в греческих городах, не пользовались политическими правами и выполняли определенные повинности. Положение граждан одного государства во время их проживания в другом регулировалось договорами, заключавшимися между греческими государствами. Сам Аристотель жил в Афинах в качестве метека под покровительством такого договора, заключенного между Афинами и Македонией. Что касается метеков, то во многих местах они этого права в полном объеме не имеют, но должны выбирать себе простата. Таким образом, они не в полной мере участвуют в этого рода общении. Простат Выбиравшийся метеком покровитель из среды полноправных граждан, посредник между метеком и государственной властью. Необходимость избирать простата основывалась только на юридических соображениях. Простат представлял метека на суде. Вне юридической сферы метеки, например, в Афинах, были вполне самостоятельны и правомочны. И о детях, не достигших совершеннолетия и потому не внесенных в гражданские списки, и о старцах, освобожденных от исполнения гражданских обязанностей, приходится сказать, что и те, и другие граждане лишь в относительном смысле, а не безусловно. И к первым придется прибавить свободные от повинностей граждане, а ко вторым – перешедшие предельный возраст или что-нибудь в таком роде. Дело в том или ином обозначении. Наши мысли без того ясна. Мы же ставим свои задачи определить понятие гражданина в безусловном смысле этого слова. В таком значении, которое не имело бы никакого недостатка требующего исправления. Иначе пришлось бы задаваться вопросами и разрешать их и по поводу лиц, утративших гражданские права, и по поводу изгнанников. Лучше всего безусловное понятие гражданина может быть определено через участие в суде и власти. Некоторые из должностей бывают временными. Один и тот же человек либо вообще не может занимать их вторично, либо может занимать, но лишь по истечении определенного времени. Относительно же других ограничений во времени нет. Суда относятся участие в суде и в народном собрании. Однако, пожалуй, кто-нибудь заметит, что судьи и участники народного собрания не являются должностными лицами, и что в силу этого они не принимают участие в государственном управлении, хотя, с другой стороны, было бы смешно считать лишенными власти именно тех, кто выносит важнейшие решения. Но это не имеет никакого значения, так как речь идет только о названии. В самом деле, общего обозначения для судей и участников народного собрания не существует. Пусть эти должности и останутся без более точного определения, лишь бы были разграничены понятия. Мы же считаем гражданами тех, кто участвует в суде и в народном собрании. Примерно такое определение понятия гражданина лучше всего подходит ко всем тем, кто именуется гражданами. Не следует упускать из виду, что для предметов, содержание которых обнаруживает видовые различия, так что один из них является первым, другой — вторым, третий — следующим, общего признака либо не бывает вовсе, либо он имеется лишь в недостаточной степени. Между тем, государственные устройства представляют собой видовые различия, и одни из них заслуживают этого наименования в меньшей, другие — в большей степени. Ведь основанные на ошибочных началах и отклоняющиеся от правильных государственных устройствах неизбежно стоят ниже тех, которые свободны от этих недостатков, что мы разумеем под отклоняющимися видами выяснится впоследствии. Таким образом, и гражданин должен быть тем или иным в зависимости от того или иного вида государственного устройства. Тот гражданин, о котором сказано выше, соответствует преимущественно гражданину демократического устройства. К остальным видам государственного устройства это определение подходить может, но не обязательно. При некоторых видах государственного устройства демоса нет. Нет и обыкновения созывать народные собрания, за исключением чрезвычайных случаев. И судебные полномочия поделены между разными должностными лицами. Так, например, в Лакедимоне различного рода гражданские дела разбирает тот или иной из эфоров. Уголовные — геронты. Другие дела — также какие-нибудь другие должностные лица. То же самое и в Карфагене, где по всем судебным делам выносят решения определенные должностные лица. Значит, наше определение понятия гражданина нуждается в поправке. При других государственных устройствах участником народного собрания и судьей является не неподдающийся определению должностное лицо, а лицо, наделенное определенными полномочиями. Из них или всем, или некоторым предоставляется право быть членами Совета и разбирать либо все судебные дела, либо некоторые из них. Что такое у гражданин, отсюда ясно. О том, кто имеет участие в законосовещательной или судебной власти, мы можем утверждать, что он и является гражданином данного государства. Государством же мы и называем совокупность таких граждан, достаточную, вообще говоря, для самодавляющего существования. На практике гражданином считается тот, у кого родители и отец и мать граждане, а не кто-либо один из них. Другие идут еще дальше в этом отношении и требуют, например, чтобы предки гражданина во втором, третьем и даже более отдаленном колене были также гражданами. Но при таком необходимом в государственных целях и поспешном определении иногда возникает затруднение, как удостовериться в гражданском происхождении предка в третьем или в четвертом колене. Правда, леонтийнец Горгий, отчасти, пожалуй, находясь в затруднении, отчасти иронизируя, сказал, «Подобно тому, как в ступке работа изготавляющих в ступке мастеров, так точно и граждане Ларисы изделия демиургов». Дело в том, что некоторые из последних были изготовителями Ларис. Но в сущности здесь все просто. Если граждане Ларисы принимали участие, согласно данному высшей определению, в государственном управлении, то они были гражданами, потому что не представляется вообще никакой возможности распространять на первых обитателей или основателей государства требования, чтобы они происходили от граждан или гражданок. Требование это встречает еще большее затруднение в том случае, когда кто-либо получил гражданские права благодаря изменению государственного устройства, как это сделал, например, в Афинах Клисфен после изгнания тиранов. Он вписал в филы многих иноземцев и рабов-метеков. По отношению к таким гражданам спорный вопрос не в том, кто из них гражданин, а в том, по праву или не по праву, хотя и при этом может встретиться новое затруднение, а именно, если кто-либо стал гражданином не по праву, то значит, что он и не гражданин, так как несправедливое равносильно ложному. Но мы видим, что некоторые даже занимают должности не по праву, и тем не менее мы называем их должностными лицами, хотя и не по праву. Так как мы определили понятие гражданина в зависимости от отношения его к той или иной должности, а именно сказали, что гражданин тот, кто имеет доступ к такой-то должности, то занимающих должности нам явно следует считать гражданами. А по праву ли они граждане или не по праву, это стоит в связи с указанным выше спорным вопросом. Некоторые затрудняются решить, когда то или иное действие должно быть признаваемо действием государства, и когда нет. Например, при переходе олигархии или тирании в демократию некоторые отказываются от исполнения обязательств, указывая на то, что эти обязательства взяло на себя не государство, а тиран, равно как и от многого другого подобного же рода, ссылаясь на то, что некоторые виды государственного устройства существуют благодаря насилию, а не ради общей пользы. Хотя бы некоторые и управлялись демократически таким способом, все же должно признавать действия, исходящие от правительства такого демократического государства, действиями государственными, равно как и действия, исходящие от правительств олигархических и тиранических государств. Поставленный нами вопрос, по-видимому, соприкасается с трудно разрешимым вопросом такого рода, при каких обстоятельствах должно утверждать, что государство осталось тем же самым или стало не тем же самым, но иным? При самом поверхностном рассмотрении это вопрос о территории и населении, ведь можно себе представить, что территория и население разъединены, и одни живут на одной территории, другие на другой. Но это затруднение сравнительно простое, ввиду того, что слово «государство» употребляется в разных значениях, исследование вопроса становится легким. Равным образом, если люди живут на одной и той же территории, когда следует читать, что здесь единое государство? Разумеется, дело не в стенах, ведь весь Пелопоннес можно было бы окружить одной стеной. Чем-то подобным является Вавилон и всякий город, представляющий собой скорее племенной округ, нежели государственную общину. По рассказам, уже три дня прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего об этом не знала. Впрочем, рассмотрение этого вопроса полезно отложить до другого случая. Государственный муж не должен оставлять без внимания и вопрос о величине государства, какова она должна быть, равно как и то, что полезнее для государства, чтобы в нем обитало одно племя или несколько. Но допустим, что одна и та же территория заселена одними и теми же обитателями. Спрашивается, до тех пор, пока обитатели ее будут одного и того же происхождения, следует ли государство считать одним и тем же, несмотря на то, что постоянно одни умирают, другие нарождаются? Не происходит ли здесь то же, что бывает с реками и источниками? Мы обыкновенно называем и реки, и источники одними и теми же именами, хотя непрерывно одна масса воды прибывает, другая убывает. Или ввиду такого рода обстоятельств следует считать только обитателей одними и теми же, а государство признавать иным. Если государство есть некое общение, оно именно и есть политическое общение граждан, то, естественно, раз государственное устройство видоизменяется и отличается от прежнего, и государство признавать не одним и тем же, хор. Ведь различаем же мы хоры, хор в комедии, хор в трагедии, хотя часто тот и другой хор состоит из одних и тех же людей. Точно так же мы называем иным всякого рода общение и соединение, если видоизменяется его характер, например, тональность, состоящую из одних и тех же тонов, мы называем различно, в одном случае дарийской, в другом фригийской. А если так, тождественность государства должна определяться главным образом применительно к его строю, давать же государству наименование иное или то же самое, можно и независимо от того, населяют ли его одни и те же жители или совершенно другие, справедливо ли при изменении государством его устройства не выполнять обязательства или выполнять их, это вопрос иного порядка. Непосредственно вслед за только что изложенным необходимо рассмотреть вопрос «Должен ли добродетель хорошего человека и дельного гражданина признавать тождественной или нетождественной?» Впрочем, если приходится исследовать этот вопрос, нужно предварительно определить какими-нибудь общими чертами добродетель гражданина. «Гражданин, говорим мы, находятся в таком же отношении к государству, в каком моряк на судне к остальному экипажу, хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение. Один из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощником рулевого, четвертый носит какое-либо иное соответствующее наименование». Все же очевидно наиболее точное определение добродетелей каждого из них в отдельности будет подходить только к нему одному, но какое-либо общее определение будет приложимо в равной степени ко всем, ведь благополучное плавание цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый в отдельности. То же самое и по отношению к гражданам, хотя они и не одинаковы, все же их задача заключается в спасении составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй, поэтому и гражданская добродетель неизбежно обусловливается этим последним. А так как существует несколько видов государственного строя, то очевидно, что добродетель дельного гражданина, добродетель совершенная, не может быть одною между тем, как мы называем кого-либо хорошим человеком за совершенство в единой добродетели. Отсюда ясно, что всякий гражданин может быть дельным, не обладая той добродетелью, которая делает дельным человека. Можно, впрочем, прийти к тому же самому заключению иным путем, исходя из исследования вопроса о наилучшем государственном устройстве. Если возможно допустить существование государства, состоящего исключительно из дельных граждан, то каждый из них должен исполнять полагающее своему дело хорошо, что зависит от добродетеля гражданина. Но так как невозможно всем гражданам быть одинаковыми, то не может быть и одной добродетели гражданина и хорошего человека. Добродетель дельного гражданина должна быть на лицо у всех граждан, ибо только в таком случае государство оказывается наилучшим. Но добродетелью хорошего человека не могут обладать все, если только не предполагать, что все граждане в отменном государстве должны быть хорошими. Далее. Государство заключает в себе неодинаковые элементы, подобно тому, как всякий человек состоит из души и тела, а душа в свою очередь заключает в себе разум и страсти, или подобно тому, как семья состоит из мужчины и женщины, а собственность заключает в себе господина и раба, точно так же и государство включает в себя все это, да еще сверх того и другие неодинаковые элементы. Отсюда неизбежный вывод. Добродетель всех граждан не может быть одной, подобно тому, как среди членов хора неодинаково добродетель корифея и добродетель парастата. Парастат, предводитель полухора, как бы ассистент корифея, предводителя всего хора. И так и сказан вы ясно, что добродетель хорошего человека и дельного гражданина вообще не одна и та же. Но не может ли она у кого-нибудь быть таковою? Ведь говорим же мы, что дельный правитель должен быть хорошим и рассудительным, а государственный муж непременно должен быть рассудительным. Некоторые утверждают, что и воспитание правителя с самого начала должно быть иным, что бывает и на самом деле, царские сыновья обучаются верховой езде и военному искусству, как говорит и еврипид, не тонкости мне надобны, а то, что нужно государству, предполагая, следовательно, особое воспитание для правителя. Если добродетель хорошего человека и хорошего правителя тождественны, а гражданином является и подчиненный, то добродетель гражданина и добродетель человека не могут быть совершенно тождественными, но могут быть таковыми только у определенного вида гражданина, так как у правителя и гражданина добродетель ни одна и та же. И это, может быть, побудило Ясона сказать, что он голодает, когда он не тиран, а это значит, что он не умеет быть частным человеком. Способность властвовать и подчиняться заслуживает похвалы. И добродетель гражданина, по-видимому, и заключается в способности прекрасно и властвовать, и подчиняться. Итак, если мы положим, что добродетель хорошего мужа есть способность властвовать, а добродетель гражданина и то, и другое, то обе эти добродетели не заслуживали бы одинаковой похвалы. Но так как они и на самом деле оказываются различными, и так как властитель и подчиненный должны изучать не одно и то же, а гражданин должен уметь то и другое и быть причастным к тому и другому. Это можно усматривать и из следующего. Существует власть господина. Под этой властью мы понимаем такую власть, которая проявляется относительно работ первой необходимости. Правителю нет нужды уметь исполнять эти работы. Он скорее должен пользоваться ими. В противном случае положение было бы вроде рабского. Я имею в виду положение, когда свободный человек исполняет работы, подобающие слугам. Мы утверждаем, что есть разные виды рабов, так как существует и много видов работ. Одну часть этих работ исполняют ремесленники. Именно те, которые, как показывает и самое наименование их, живут от рук своих. К числу их принадлежат и мастера. Поэтому в некоторых государствах в древнее время, пока там не была установлена крайняя демократия, ремесленники не имели доступа к государственным должностям. Итак, ни хороший человек, ни хороший государственный муж, ни добрый гражданин не должны обучаться таким работам, которые подобают людям, предназначенным к подчинению, за исключением разве того, когда вследствие нужды приходится исполнять эти работы для самого себя. В таком случае не приходится быть то господином, то рабом. Но существует и такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными. Эту власть мы называем властью государственной. Проявлять ее правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Например, чтобы быть гепархом, нужно послужить в коннице. Чтобы быть стратегом, нужно послужить в строю. Быть лохагом. Таксиархом. Гепарх. Начальник конницы. Стратег. Предводитель пеших войск. Лохаг. Командир небольшого отряда пехоты. Лоха. Таксиарх. Командир более или менее крупного подразделения пехоты. И совершенно правильное утверждение, что нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться. Добродетель во всем этом различно. Но хороший гражданин должен уметь и быть способным, и подчиняться, и начальствовать. И добродетель гражданина заключается в умении властвовать над свободными людьми и быть подвластным. Добродетель хорошего человека также имеет в виду и то, и другое. Если различные виды воздержности и справедливости у начальника и у подчиненного, но свободного человека, то, очевидно, не одна и добродетель хорошего человека, например, справедливость, но она распадается на несколько видов, в соответствии с тем, будет ли человек властвовать или подчиняться, подобно тому, как различаются воздержность и мужество мужчины и женщины. Мужчина, если бы он был храбр, настолько, насколько храбро-мужественная женщина, показался бы трусом, а женщина, если бы она была так же скромна, как скромен добрый мужчина, показалась бы болтливой. И умение управлять хозяйством не в одном и том же сказывается у мужчины и у женщины. Его дело – наживать, ее сохранять. Рассудительность. Вот единственный отличительный добродетель правителя. Остальные добродетели являются, по-видимому, необходимым общим достоянием и подчиненных, и правителей. От подчиненного нечего требовать рассудительности, как добродетели. Но нужно требовать лишь правильного суждения. Подчиненный – это как бы мастер, делающий флейты, а правитель – это флейтист, играющий на его флейте. Итак, тождественна ли добродетель хорошего человека и дельного гражданина? Или она различна? В каком отношении она тождественна и в каком различна? Ясно из предыдущего. Остается еще одно затруднение в определении понятия гражданина. Является ли гражданином действительно только тот, кому можно принимать участие в управлении? Или же гражданами нужно считать также и ремесленников? Если следует считать гражданами также и тех, кто не имеет доступа к должностям, то, выходит, добродетель начальствующего не может быть свойственно всякому гражданину, потому что в указанном случае гражданином оказывается и этот, а если ни один из таковых не является гражданином, то спрашивается, к какому же разряду населения должен быть отнесен каждый? Разумеется, он не метек и не наземец. Или мы должны признать, что из создавшегося таким образом положения не вытекает ничего нелепого, так как ведь ни рабы, ни вольноотпущенники ни в каком случае не причисляются к указанным. Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство, потому что и дети, граждане, не в том смысле, в каком граждане взрослые, последние граждане в полном смысле, первые, условно, они граждане несовершенные. В древние времена у некоторых ремесленниками были рабы или чужестранцы, почему и в настоящее время большинство их именно таково. Но наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав. Если же и он гражданин, то нужно признать, что та гражданская добродетель, о которой речь была выше, подходит не ко всем, даже не ко всем свободно рожденным, но только к тем, кто избавлен от работ, необходимых для насущного пропитания. Те, кто исполняет подобного рода работы для одного человека, рабы на общую пользу, ремесленники и поденщики. Отсюда ясно, как обстоит с ними дело, и уже то, что было ранее сказано, освещает весь вопрос. А именно, поскольку существует несколько видов государственного устройства, должно существовать и несколько разновидностей гражданина, преимущественно подчиненного гражданина. И таким образом, при одном виде государственного устройства необходимо считать гражданами ремесленников и поденщиков, при другом это невозможно, например, при так называемой аристократии, где почетные должности даются только в зависимости от добродетелей и по достоинству. Ведь невозможно человеку, ведущему жизнь ремесленника или поденщика, упражняться в добродетели. В олигархиях поденщику нельзя быть гражданином. Там доступ к должностям обусловлен большим имущественным цензом. А ремесленнику можно, так как многие ремесленники богатеют от своего ремесла. В Фивах был закон. Кто в течение десяти лет не воздерживался от рыночной торговли, тот не имел права занимать государственную должность. Напротив, во многих государствах закон допускает число граждан и иноземцев. Так в некоторых демократиях гражданин и тот, у кого только мать – гражданка. Тот же самый порядок наблюдается у многих по отношению к незаконно рожденным. Тем не менее, хотя вследствие недостатков законных гражданах делают гражданами и таких людей – закон дозволяет делать это по причине малонаселенности государства – С увеличением народонаселения все-таки постепенно устраняются сначала родившиеся от раба или рабыни, затем родившиеся от женщин-гражданок, так что в конце концов гражданами становятся лишь родившиеся от обоих родителей граждан. Итак, из сказанного ясно, что существует несколько разновидностей гражданина. Ясно также и то, что гражданином по преимуществу является тот, кто обладает совокупностью гражданских прав. И у Гомера сказано «как будто бы был я скиталец презренный, ибо тот, кто не обладает совокупностью гражданских прав, подобен Метеку». Где такого рода отношения затушеваны, там это делается с целью ввести в заблуждение тех, кто имеет в государстве свое место жительства. Итак, из сказанного ясно, должно ли считать добродетель, отличающую хорошего человека, идельного гражданина, различной или тождественной? В одном государстве понятия хорошего человека и идельного гражданина сливаются, в другом различаются. Да и в первом случае не всякий хороший человек в то же время является гражданином, но гражданин – только тот, кто стоит в известном отношении к государственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле попечения о государственных делах или единолично, или вместе с другими. После сделанных разъяснений следует рассмотреть, должно ли допустить существование одного вида государственного устройства или нескольких. И если их имеется несколько, то каковы они, сколько их, и в чем их отличие. Государственное устройство – это распорядок в области организации государственных должностей вообще, и в первую очередь верховной власти. Верховная власть повсюду связана с порядком государственного управления, а последнее и есть государственное устройство. Я имею в виду, например, то, что в демократических государствах верховная власть в руках народа. В олигархиях, наоборот, в руках немногих. Поэтому и государственное устройство в них мы называем различным. С этой точки зрения мы будем судить и об остальном. Следует предпослать вопрос. Для какой цели возникло государство? И сколько видов имеет власть, управляющая человеком в его общественной жизни? Уже в начале наших рассуждений, при разъяснении вопроса о домохозяйстве и власти господина в семье, было указано, что человек по природе своей есть существо политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к совместному жительству. Впрочем, к этому людей побуждает и сознание общей пользы, поскольку на долю каждого приходится участие в прекрасной жизни. Это по преимуществу является целью как для объединенной совокупности людей, так и для каждого человека в отдельности. Люди объединяются и ради самой жизни, скрепляя государственное общение. Ведь, пожалуй, и жизнь, взятая исключительно как таковая, содержит частицу прекрасного, исключая разве только те случаи, когда слишком преобладают тяготы. Ясно, что большинство людей готово претерпевать множество страданий и спривязанности к жизни, так как в ней самой по себе заключается некое благоденствие и естественная сладость. Нетрудно различить так называемые разновидности власти. О них мы неоднократно рассуждали и в эксатирических сочинениях. Эксатирическими сочинениями называются, в противоположность акроматическим, сочинения, не предназначенные специально для учеников философа, то есть обращенные к широкому кругу читателей и отличающиеся от школьных произведений тщательной литературной обработкой. Власть господина над рабом, хотя одно и то же полезное для прирожденного раба и для прирожденного господина, все-таки имеет в виду главным образом пользу господина. Для раба же она полезна превходящим образом. Если гибнет раб, власть господина над ним, очевидно, должна прекратиться. Власть же над детьми, над женой и над всем домом, называемая нами вообще властью домохозяйственной, имеет в виду либо благо подвластных, либо совместно благо обеих сторон, но, по сути дела, благо подвластных, как мы наблюдаем, и в остальных искусствах, например, в медицине и гимнастике, которые случайно могут служить и благу самих обладающих этими искусствами. Ведь ничего не мешает педотрибу иногда и самому принять участие в гимнастических упражнениях, равно как и кормчий всегда является и одним из моряков. Педотриб, директор полестры, части гимнастия, предназначенной для гимнастических упражнений. И педотриб или кормчий имеет в виду благо подвластных ему, но когда он сам становится одним из них, то случайно и он получает долю пользы. Кормчий оказывается моряком, педотриб одним из занимающихся гимнастическими упражнениями. Поэтому и относительно государственных должностей, там, где государство основано на началах равноправия и равенства граждан, выступает притязание на то, чтобы править по очереди. Это притязание первоначально имело естественные основания. Требовалось, чтобы государственные повинности исполнялись поочередно, и каждый желал, чтобы, подобно тому, как он сам, находясь ранее у власти, заботился о пользе другого, так и этот другой, в свою очередь, имел в виду его пользу. В настоящее время из-за выгод, связанных с общественным делом и нахождением у власти, все желают непрерывно обладать ею, как если бы те, кто стоит у власти, пользовались постоянным цветущим здоровьем, невзирая на свою болезненность, потому что тогда также стали бы стремиться к должностям. И так ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными. Имеющие же в виду только благоправящих, все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных. Они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей. После того, как это установлено, надлежит обратиться к рассмотрению государственных устройств, их числа и свойств, и, прежде всего, правильных, так как из их определения ясными станут и отклонения от них. Государственные устройства означают то же, что и порядок государственного управления. Последнее же олицетворяется верховной властью в государстве. И верховная власть непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководясь общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства являются правильными. А те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух. Либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все должны быть причастны к общей пользе. Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно называем царской властью. Власть немногих, но более чем одного – аристократией, или потому что правят лучше, или потому что имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит. А когда ради общей пользы правит большинство, тогда мы употребляем обозначение общее для всех видов государственного устройства – полития. И такое разграничение оказывается логически правильным. Один человек или немногие могут выделяться своей добродетелью. Но преуспеть во всякой добродетели для большинства – дело уже трудное, хотя легче всего в военной доблести, так как последнее встречается именно в народной массе. Вот почему в такой политии верховная власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на собственный счет. Отклонение от указанных устройств – следующее. От царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от политии – демократия. Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя. Олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан. Демократия – выгоды неимущих. Общие же пользы ни одна из них в виду не имеет. Нужно, однако, несколько обстоятельнее сказать о том, что представляет собой каждый из указанных видов государственного устройства в отдельности. Исследование это сопряжено с некоторыми затруднениями, ведь при научном, а не только практически утилитарном изложении каждой дисциплины, исследователь не должен оставлять что-либо без внимания или что-либо обходить. Его задача состоит в том, чтобы в каждом вопросе раскрывать истину. Тирания, как мы сказали, есть деспотическая монархия в области политического общения. Олигархия – тот вид, когда верховную власть в государственном управлении имеют владеющие собственностью. Наоборот, при демократии эта власть сосредоточена не в руках тех, кто имеет большое состояние, а в руках неимущих. И вот возникает первое затруднение при разграничении их. Если бы верховную власть в государстве имела большинство, и это были бы состоятельные люди, а ведь демократия бывает именно тогда, когда верховная власть сосредоточена в руках большинства, с другой стороны, точно так же, если бы где-нибудь оказалось, что неимущие, хотя бы они и представляли собой меньшинство в сравнении с состоятельными, все-таки захватили в свои руки верховную власть в управлении, а по нашему утверждению олигархия, там, где верховная власть сосредоточена в руках небольшого количества людей, то показалось бы, что предложенное разграничение видов государственного устройства сделано неладно. Но допустим, что кто-нибудь, соединив признаки имущественное благосостояние и меньшинство, и наоборот, недостаток имущества и большинство, и, основываясь на таких признаках, стал бы давать наименование видам государственных устройств. Олигархия – такой вид государственного устройства, при котором должности занимают люди состоятельные, по количеству своему немногочисленные. Демократия – тот вид, при котором должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленных. Получается другое затруднение. Как мы обозначим только что указанные виды государственного устройства? Тот, при котором верховная власть сосредоточена в руках состоятельного большинства, и тот, при котором она находится в руках неимущего меньшинства. Итак, из приведенных соображений, по-видимому, вытекает следующее. Тот признак, что верховная власть находится либо в руках меньшинства, либо в руках большинства, есть признак случайный, и при определении того, что такое олигархия, и при определении того, что такое демократия, так как повсеместно состоятельных бывает меньшинство, а не имущих большинство. Значит, этот признак не может служить основой указанных выше различий. То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство. Вот почему там, где власть основана безразлично у меньшинства или большинства на богатстве, мы имеем дело с олигархией. А где правят неимущие, там перед нами демократия. А тот признак, что в первом случае мы имеем дело с меньшинством, а во втором с большинством, повторяю, есть признак случайный. Состоятельными являются немногие, а свободой пользуются все граждане. На этом же и другие основывают свои притязания на власть в государстве. Прежде всего, должны исследовать указываемые обыкновенно отличительные принципы олигархии и демократии, а также и то, что признается справедливостью с олигархической и демократической точек зрения. Ведь все опираются на некую справедливость, но доходят при этом только до некоторой черты и то, что они называют справедливостью, не есть, собственно, справедливость во всей ее совокупности. Так, например, справедливость, как кажется, есть равенство. И так оно и есть. Но только не для всех, а для равных. И неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных. Между тем упускают из виду вопрос «для кого?» и потому судят дурно. Причиной этого является то, что судят о самих себе. Суждение же о своих собственных делах — едва ли не большинство людей плохие судьи. Так как справедливость понятия относительная и различается столько же в зависимости от свойств объекта, сколько и от свойств субъекта, как об этом ранее упоминалось в этике, то относительно равенства касающегося объектов соглашаются все, но по поводу равенства касающегося субъектов колеблются и главным образом вследствие только что указанной причины, именно дурного суждения о своих собственных делах. А затем те и другие, считая, что они все-таки согласны в относительном понимании справедливости, укрепляются в той мысли, что они постигают ее в полном смысле. Одни рассуждают так. Если они в известном отношении, например, в отношении денег, неравны, то значит, они и вообще неравны. Другие же думают так. Если они в каком-либо отношении равны, хотя бы в отношении свободы, то, следовательно, они и вообще равны. Но самое существенное они тут и упускают из виду. В самом деле, если бы они вступили в общение и объединились исключительно ради приобретения имущества, то могли бы притязать на участие в жизни государства в той мере, в какой это определялось бы их имущественным положением. В таком случае олигархический принцип, казалось бы, должен иметь полную силу. Ведь не признают справедливо, например, то положение, когда кто-либо, внеся в общую сумму в сто мин всего одну мину, предъявлял бы одинаковые претензии на первичную сумму и на наросшие проценты с тем, кто внес все остальное. Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. В противном случае следовало бы допустить также и государство, состоящее из рабов или из животных, чего в действительности не бывает, так как ни те, ни другие не составляют общество, стремящегося к благоденствию всех и строящего жизнь по своему предначертанию. Равным образом государство не возникает ради заключения союза в целях предотвращения возможности обид с чьей-либо стороны, также не ради взаимного торгового обмена и услуг, иначе петруски и карфагенине и вообще все народы, объединенные и заключенными между ними торговыми договорами, должны были бы считаться гражданами одного государства. Правда, у них существуют соглашения касательно ввоза и вывоза товаров, имеются договоры с целью предотвращения взаимных недоразумений и есть письменные постановления касательно военного союза, но для осуществления всего этого. У них нет каких-либо общих должностных лиц, наоборот, у тех и других они разные, ни те, ни другие не заботятся ни о том, какими должны быть другие, ни о том, чтобы кто-нибудь из состоящих в договоре не был несправедлив, чтобы он не совершил какой-либо низости. Они пекутся исключительно о том, чтобы не вредить друг другу. За добродетелью же и пороком в государствах заботливо наблюдают те, кто печется о соблюдении благозакония. В этом и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством поистине, а не только на словах. В противном случае государственное общение превратится в простой союз, отличающийся от остальных союзов, заключенных союзниками, далеко живущими, только в отношении пространства. Да и закон в таком случае оказывается простым договором или, как говорил софист Ликафрон, просто гарантией личных прав, сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах. Что дело обстоит так, это ясно. Ведь если бы кто-нибудь соединил разные места воедино, так чтобы, например, городские стены Мегар и Каринфа соприкасались между собой, все-таки одного государства не получилось бы, не было бы этого и в том случае, если бы они вступили между собой в эпигамию, хотя последний является одним из особых видов связи между государствами. Эпигамия – право браков между гражданами двух государств, утверждаемое особым договором. Не образовалось бы государство и в том случае, если бы люди, живущие отдельно друг от друга, но не на таком большом расстоянии, чтобы исключена была возможность общения между ними, установили законы, воспрещающие им обижать друг друга при обмене. Если бы, например, один был плотником, другой земледельцем, третий – сапожником, четвертый – чем-либо иным в этом роде, и хотя бы их число доходило до десяти тысяч, общение их все-таки распространялось бы исключительно лишь на торговый обмен и военный союз. По какой же причине? Очевидно, не из-за отсутствия близости общения. В самом деле, если бы даже при таком общении они объединились, причем каждый смотрел бы на свой собственный дом, как на государство, и если бы они защищали друг друга, как при оборонительном союзе, лишь при нанесении кем-либо обид, то и в таком случае, при тщательном рассмотрении, все-таки, по-видимому, не получилось бы государство, раз они и после объединения относились бы друг к другу так же, как и тогда, когда жили раздельно. И так ясно, что государство не есть общность места жительства, оно не создается в целях предотвращения взаимных обид или ради удобств обмена. Конечно, все эти условия должны быть налицо для существования государства, но даже и при наличии их всех вместе взятых еще не будет государства. Оно появляется. Лишь тогда, когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни, в целях совершенного и самодавляющего существования. Такого рода общение, однако, может осуществиться, лишь в том случае, если люди обитают в одной и той же местности, если они состоят между собой в эпигамии. По этой причине в государствах и возникли родственные союзы и фратрии, и жертвоприношения, и развлечения ради совместной жизни. Все это основано на взаимной дружбе, потому что именно дружба есть необходимые условия совместной жизни. Таким образом, целью государства является благая жизнь. И все упомянутое создается ради этой цели. Само же государство представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодавляющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в счастливой и прекрасной жизни. Так что и государственное общение, так нужно думать, существует ради прекрасной деятельности, а не просто ради совместного жительства. Вот почему тем, кто вкладывает большую долю для такого рода общения, надлежит принимать в государственной жизни и большее участие, нежели тем, кто, будучи равен с ними или даже превосходя их в отношении свободного и благородного происхождения, не может сравняться с ними в государственной добродетели, или тем, кто, превосходя богатством, не в состоянии превзойти их в добродетели. И так из сказанного ясно, что все те, кто спорят о государственном устройстве, правы в своих доводах лишь отчасти. Нелегко при исследовании определить, кому должна принадлежать верховная власть в государстве – народной ли массе, или богатым, или порядочным людям, или одному, наилучшему из всех, или тирану. Все это, оказывается, представляет трудность для решения. Почему в самом деле? Разве справедливо будет, если бедные, опираясь на то, что они представляют большинство, начнут делить между собой состояние богатых, скажут «да, справедливо», потому что верховная власть постановила считать это справедливым? Но что же тогда будет подходить под понятие «крайней несправедливости»? Опять-таки ясно, что если большинство, взяв себе все, начнет делить между собой достояние меньшинства, то этим оно погубит государство. А ведь добродетель не губит того, что заключает ее в себе, да и справедливость не есть нечто такое, что разрушает государство. Таким образом, ясно, что подобный закон не может считаться справедливым. Сверх того пришлось бы признать справедливыми и все действия, совершенные тираном. Ведь он поступает насильственно, опираясь на свое превосходство, как масса по отношению к богатым. Но может быть справедливо, чтобы властвовало меньшинство, состоящее из богатых? Однако, если последние начнут поступать таким же образом, то есть станут расхищать и отнимать имущество у массы, будет ли это справедливо? В таком случае справедливо и противоположное. Очевидно, что такой образ действий низок и несправедлив. Что же значит должны властвовать и стоять во главе всего люди порядочные? Но в таком случае все остальные неизбежно утратят политические права, как лишенные чести занимать государственные должности. Занимать должности мы ведь считаем почетным правом, а если должностными лицами будут одни и те же, то остальные неизбежно окажутся лишенными этой чести. Не лучше ли, если власть будет сосредоточена в руках одного, самого дельного? Но тогда получится скорее приближение к олигархии, так как большинство будет лишено политических прав. Пожалуй, кто-либо скажет, вообще плохо то, что верховную власть олицетворяет собой не закон, а человек, душа которого подвержена влиянию страстей. Однако если это будет закон, но закон олигархический или демократический, какая от него будет польза при решении упомянутых затруднений? Получится опять-таки то, о чем сказано выше. Об остальных вопросах речь будет в другом месте. А то положение, что предпочтительнее, чтобы верховная власть находилась в руках большинства, нежели меньшинства, хотя бы состоящего из наилучших, может считаться, по-видимому, удовлетворительным решением вопроса и заключает в себе некое оправдание, а, пожалуй, даже и истину. Ведь может оказаться, что большинство, из которого каждый сам по себе и не является дельным, объединившись, окажется лучше тех, не порознь, но в своей совокупности, подобно тому, как обеды в складчину бывают лучше обедов, устроенных на средства одного человека. Ведь так как большинство включает в себя много людей, то, возможно, в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается известная доля добродетелей и рассудительности. А когда эти люди объединяются, то из многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много и ног, много и восприятий, также обстоит и с характером, и с пониманием. Вот почему большинство лучше судит о музыкальных и поэтических произведениях. Одни судят об одной стороне, другие о другой, а все вместе судят о целом. Дельные люди отличаются от каждого взятого из массы тем же, чем, как говорят, красивые отличаются от некрасивых или картины, написанные художником, от картин природы, именно тем, что в них объединено то, что было рассеянным по разным местам. И когда объединенное воедино разделено на его составные части, то может оказаться у одного человека глаз, у другого какая-нибудь другая часть тела будет выглядеть прекраснее того, что изображено на картине. Однако неясно, возможно ли для всякого народа и для всякой народной массы установить такое же отношение между большинством и немногими дельными людьми. Клянусь Зевсом, для некоторых это, пожалуй, невозможно. То же соображение могло бы быть применено и к животным. В самом деле, чем, так сказать, отличаются некоторые народы от животных. Однако по отношению к некоему данному большинству ничто не мешает признать сказанное истинным. Вот таким путем и можно было бы разрешить указанное ранее затруднение, а также и другое затруднение, стоящее в связи с ним, над чем, собственно, должна иметь верховную власть масса свободно рожденных граждан, то есть все те, кто и богатством не обладает и не отличается ни одной выдающейся добродетелью. Допускать таких к занятию высших должностей небезопасно. Не обладая чувством справедливости и рассудительностью, они могут поступать то несправедливо, то ошибочно. С другой стороны, опасно и устранять их от участия во власти. Когда в государстве много людей лишено политических прав, когда в нем много бедняков, такое государство неизбежно бывает переполнено враждебно настроенными людьми. Остается одно – предоставить им участвовать в совещательной и судебной власти. Поэтому и Салон, и некоторые другие законодатели предоставляют им право принимать участие в выборе должностных лиц и в принятии отчета об их деятельности, но самих к занятию должностей не допускают. Объединяясь в одно целое, они имеют достаточно рассудительности и, смешавшись с лучшими, приносят пользу государству, подобно тому, как неочищенные пищевые продукты в соединении с очищенными, делают всякую пищу более полезной, нежели состоящую из очищенных в небольшом количестве. Отдельный же человек далек от совершенства при обсуждении дел. Эта организация государственного строя представляет затруднением прежде всего потому, что, казалось бы, правильно судить об успешности лечения может только тот, кто сам занимался врачебным искусством и вылечил больного от имевшейся у него болезни, то есть врач. То же самое и относительно остальных искусств и всякого рода деятельности, основанной на опыте. И как врачу должно давать отчет врачам, так и остальным должно давать отчет людям одинаковой с ними профессии. Врачом же считается и лечащий врач, и человек, изучающий медицину с точки зрения высшего знания, и, в-третьих, человек, только получивший медицинское образование. Подобные разряды людей имеются, вообще говоря, во всех искусствах. И мы предоставляем право судить таким получившим образование людям не меньше, чем знатокам. Пожалуй, такой же порядок может быть установлен и при всякого рода выборах. Но сделать правильный выбор могут только знатоки. Например, люди, сведущие в землемерном искусстве, могут правильно выбрать землемера. Люди, сведущие в кораблевождении, кормчиво. И если в выборе людей для некоторых работ и ремесел принимает участие и кое-кто из несведущих, то, во всяком случае, не в большей степени, чем знатоки, с этой точки зрения невозможно было бы предоставлять народной массе решающий голос ни при выборах должностных лиц, ни когда принимается отчет об их деятельности. Однако, может быть, не все это сказано правильно, и в соответствии с прежним замечанием, если народная масса не лишена всецела достоинств, свойственных свободно рожденному человеку, то каждый в отдельности взятый будет худшим судьей, а все вместе будут не лучшими или, во всяком случае, не худшими судьями. В некоторых случаях не один только мастер является единственным и наилучшим судьей именно там, где дело понимают и люди, не владеющие искусством. Например, дом знает не только тот, кто его построил, но о нем еще лучше будет судить тот, кто им пользуется, то есть домохозяин, сделавший руль. Точно так же руль лучше знает корм чей, чем мастер, сделавший руль, и о пиршестве гость будет судить правильнее, нежели повар. Словом, это затруднение мы, пожалуй, сможем удовлетворительно разрешить вышесказанным образом. Но за этим затруднением следует другое. Кажется нелепым, что в более важных делах решающее значение будут иметь простые люди предпочтительно перед порядочными. А ведь принятие отчетов от должностных лиц и выборы их – дело очень важное. При некоторых государственных устройствах, как сказано, это предоставлено народу, поскольку народное собрание имеет верховную власть во всех подобного рода делах. В народном собрании, в совете и в суде участвуют люди, имеющие небольшой имущественный ценз и любого возраста. Казначеями же и стратегами, и вообще высшими должностными лицами являются люди, обладающие крупным имущественным цензом. Но и последнее затруднение можно было бы разрешить так же легко, и, может быть, здесь тоже все правильно. Ведь властью является не член суда, не член совета, не член народного собрания, но суд, совет и народное собрание. Каждый из поименованных членов представляет собой только составную часть самих учреждений. Я называю такими составными частями членов Совета, народного собрания и суда. Так что народная масса с полным правом имеет в своих руках верховную власть над более важными делами. И народное собрание, и совет, и суд состоят из многих, да и имущественный ценз всех вместе взятых превышает имущественный ценз каждого в отдельности или немногих занимающих высокие посты в государстве. Вот каким образом разрешается это дело. Из первого же указанного нами затруднения с очевидностью вытекает только следующее положение. Правильное законодательство должно быть верховной властью. А должностные лица, будь это одно или несколько, должны иметь решающее значение только в тех случаях, когда законы не в состоянии дать точный ответ, так как нелегко вообще дать вполне определенные установления касательно всех отдельных случаев. А какого характера должно быть правильное законодательство? Тут ничего ясного еще сказать нельзя. Здесь остается еще указанное ранее затруднение, а именно и законы, в той же мере, что и виды государственного устройства могут быть плохими или хорошими, основанными или неоснованными на справедливости. Ясно только одно. Законы должны быть согласованы с тем или иным видом государственного устройства. А если так, то, очевидно, законы, соответствующие правильным видам государственного устройства, будут справедливыми, законы же, соответствующие отклонениям от правильных видов, будут несправедливыми. Если конечной целью всех наук и искусств является благо, то высшее благо есть преимущественная цель самой главной из всех наук и искусств, именно политики. Государственным благом является справедливость, то есть то, что служит общей пользе. По общему представлению, справедливость есть некое равенство. Это положение до известной степени согласно с теми философскими рассуждениями, в которых разобраны этические вопросы. Утверждают, что справедливость есть нечто, имеющее отношение к личности, и что равные должны иметь равное. Не следует, однако, оставлять без разъяснения, в чем заключается равенство и в чем неравенство. Этот вопрос представляет трудность, к тому же он принадлежит к области политической философии. Возможно, кто-нибудь скажет, избыток любого блага у одних должен послужить основанием для неравного распределения государственных должностей, даже в том случае, если бы люди во всем остальном ничем между собой не отличались, но оказались все одинаковыми. Ведь у отличающихся между собой различные и права, и то, что им подобает. Однако, если это замечание справедливо, то должны пользоваться каким-нибудь преимуществом в политических правах, и те, кто отличается цветом своей кожи, хорошим ростом и вообще превосходством какого бы то ни было блага. Но не будет ли это ложным даже на первый взгляд? Это станет ясным из рассмотрения остальных наук и искусств. В самом деле, из одинаково искусных флейтистов разве следует давать лучшие флейты тем, кто выдается своим благородным происхождением? Ведь они от этого лучше играть не будут. Тому, кто отличается своей игрой на флейте, следует давать и лучший инструмент. Если наши слова все еще не ясны, то они станут понятными при дальнейшем обсуждении приведенного нами примера. Положим, кто-нибудь, отличаясь искусной игрой на флейте, значительно уступает другому в благородстве происхождения или красоте. А каждое из этих преимуществ, то есть благородство происхождения и красота, конечно, есть более драгоценное благо сравнительно с искусной игрой на флейте, и они, соответственно, в большей степени возвышаются над игрой на флейте, нежели возвышаются флейтистцы. И все же этому флейтисту следует давать лучшую флейту. Иначе пришлось бы согласиться, что преимущества, доставляемые богатством и благородством происхождения, должны оказывать решающее влияние на музыкальное исполнение, между тем, как никакого влияния они не имеют. Далее, если бы было так, то каждое благо можно было бы сопоставлять со всяким другим благом. Раз хороший рост есть некое преимущество, то хороший рост следовало бы ставить на одну доску и с богатством, и со свободой, так что если такой-то выдается больше своим хорошим ростом, чем другой своей добродетелью, то все, и хороший рост, и добродетель можно было бы сравнивать, несмотря на то, что, конечно, с общей точки зрения добродетель стоит большего, чем хороший рост. Ведь если такая-то мера того-то лучше, чем такая-то мера другого, то очевидно, что какая-то мера их будет равной. Это, однако, невозможно, а потому и в области политики соперничают при занятии должностей, опираясь не на любое неравенство, ибо если одни медлительны, другие быстры, то это ни в малейшей степени не должно вести к тому, чтобы вторые имели больше первые, меньше прав в этом соревновании. В гимническом состязании это различие имеет значение. В политике же только элементы, составляющие государство, должны быть мерилом при соперничестве. Поэтому вполне основательно притязают на честь в государстве лица благородного происхождения, богатые, свободно рожденные. В государстве должны быть и свободно рожденные, и люди, платящие налоги, ведь оно не могло бы состоять исключительно из неимущих или из одних рабов. Если необходимо все это, то ясно, для него необходимы и справедливость, и воинская доблесть. Без наличия их невозможно жить государству. Все различие в том, что без указанного ранее невозможно вообще существование государства, а без этих последних не представляется возможным жить в государстве прекрасной жизнью. Условием простого существования государства, по-видимому, может и с полным основанием удовлетворять либо все, что перечислено выше, либо часть этого, но на осуществление благой жизни могут с полным правом притязать, как об этом и ранее говорилось, лишь воспитание и добродетель. Так как неравные в чем-то одном не должны быть равными во всем, не неравные в чем-то одном неравными во всем, то все виды государственного устройства, в которых это происходит, являются отклонениями. И выше уже было сказано, что все притязают на власть, опираясь на то или иное право. Но не все могут опираться при этом на безусловное право. Богатые ссылаются на то, что в их руках сосредоточено обладание большей частью страны, а последнее общее достояние государства. Далее они указывают на свою обычно большую надежность в соблюдении обязательств. Свободно рожденные люди благородного происхождения упирают на то, что они стоят в тесных отношениях друг к другу, а ведь люди благородного происхождения с большим правом граждане, чем люди безродные. Благородство происхождения действительно повсюду пользуется почетом, и люди, происходящие от более благородных родителей, оказываются, как того и следует ожидать, лучше, ибо благородство происхождения добродетель, присущая известному роду. Точно так же мы скажем, что и притязания добродетели справедливы, потому что, по нашему утверждению, справедливость, например, есть добродетель, необходимая в общественной жизни, а за справедливостью неизбежно следуют и остальные добродетели. равным образом справедливые притязания большинства предпочтительно перед меньшинством, потому что большинство во всей его совокупности и сильнее, и богаче, и лучше по сравнению с меньшинством. Итак, если бы все эти элементы, я имею в виду людей хороших, богатых и благородного происхождения, имелись в одном государстве, а наряду с ними еще масса остальных граждан, то возник или не возник бы спор о том, кому же в государстве должна принадлежать власть. Конечно, решение вопроса о том, кому в государстве надлежит властвовать, должно сообразовываться с каждым из указанных выше видов государственного устройства, поскольку эти виды различаются характером верховной власти. Например, при одном виде государственного устройства она сосредоточена в руках богатых, при другом в руках дельных мужей и подобным же образом при каждом другом устройстве, но мы должны все-таки рассмотреть, как это следует разрешить в том случае, когда все это имеется одновременно. Допустим, что число людей, обладающих добродетелью, совсем невелико. Чем тогда нужно руководствоваться? Нужно ли считаться с тем, что их немного, имея в виду стоящую перед ними задачу, а именно в состоянии ли они будут управлять государством, или их должно быть столько, чтобы оказалось возможным образовать из них государство? Возникает новое затруднение, которое касается всех людей, притязающих на почести в государстве. Может оказаться, что притязающие на власть в государстве, опираясь на свое богатство, право, а равно и те, кто основывается в своих притязаниях на благородстве происхождения, на самом деле не могут ссылаться ни на какое право. Ведь ясно, что если бы явился хотя бы кто-нибудь один, превосходящий своим богатством всех остальных, то, основываясь на том же самом праве, этот один и должен был бы властвовать над всеми. Точно так же было бы и в том случае, если бы нашелся кто-нибудь, превосходящий благородством своего происхождения, всех основывающих свои притязания на том, что они люди свободного происхождения. То же самое, пожалуй, окажется и в аристократических государствах в отношении добродетели. Если найдется какой-либо один человек, превосходящий своей добродетелью остальных, принимающих деятельное участие в государственном управлении, то по тому же самому праву ему и должна принадлежать верховная власть. Опять-таки, если из народной массы, которая вследствие того, что она сильнее меньшинства, должна иметь верховную власть, выделится один человек или более чем один, но все-таки меньше, чем большая часть народной массы, обладающей или обладающей большей силой сравнительно с остальными, то ему или им и должна принадлежать верховная власть предпочтительно перед толпой. Из всего этого, по-видимому, ясно следует, что ни один из тех признаков, на основании которых люди изъявляют притязания на власть и настаивают, чтобы все остальные находились у них в подчинении, не является правильным. Да и против тех, кто требует для себя верховной власти в государственном управлении, ссылаясь на свою добродетель, равно как и против тех, кто опирается на свое богатство, народная масса могла бы выдвинуть до известной степени справедливое возражение. Ведь ничто не мешает, чтобы народная масса в некоторых случаях оказалась по сравнению с немногими вышестоящей и более состоятельной, конечно, не в лице отдельных людей, но взятая во всей своей совокупности. На затруднения, которые исследуют и выставляют некоторые, а именно, они затрудняются решить вопрос, должен ли законодатель, желающий издать наиболее правильные законы сообразовываться с выгодой для лучших или для большинства, можно ответить тем же способом, имея в виду вышесказанное. Здесь мы должны понимать правильное в смысле равномерного, а такое равномерно правильное имеет в виду выгоду для всего государства и общее благо граждан. Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению. При каждом виде государственного устройства сущность гражданина меняется. При наилучшем виде государственного устройства гражданином оказывается тот, кто способен и желает подчиняться и властвовать, имея в виду жизнь, согласную с требованиями добродетели. Если кто-либо один или несколько человек больше одного, но все-таки не настолько больше, чтобы они могли заполнить собой государство, отличались бы таким избытком добродетели, что добродетель всех остальных и их политические способности не могли бы идти в сравнение с добродетелью и политическими способностями указанного одного или нескольких человек, то таких людей не следует и считать составной частью государства, ведь с ними поступят вопреки справедливости, если предоставят им те же права, что и остальным, раз они в такой степени не равны с этими последними своей добродетелью и политическими способностями, такой человек был бы все равно, что божество среди людей. Отсюда ясно, что и в законодательстве следует иметь в виду равных и по их происхождению, и по способностям. А для такого рода людей и законов не нужно, потому что они сами закон. Да и в смешном положении оказался бы тот, кто стал бы пытаться сочинять для них законы. Они сказали бы, пожалуй, и то, что по словам Антисфена львы сказали зайцам, когда те произносили речи в собрании животных и требовали для всех равноправия. На этом основании государства с демократическим устройством устанавливают у себя астракизм. По-видимому, стремясь к всеобщему равенству, они подвергали астракизму и изгоняли на определенный срок тех, кто, как казалось, выдавался своим могуществом, опираясь либо на богатство, либо на обилие друзей, либо на какую-нибудь иную силу, имеющую значение в государстве. Согласно мифологическому преданию, по той же самой причине аргонавты покинули Геракла. Корабль Арго не пожелал везти его вместе с прочими пловцами, так как он намного превосходил их. Равным образом нельзя признать безусловно правильными и те упреки, которые делались по поводу тирании и совета, данного Периандром Фрасибулу. Рассказывают, что Периандр ничего не сказал в ответ глашатую, посланному к нему за советом, а лишь вырывая те колоссия, которые слишком выдавались своей высотой, сравнял засеянное поле. Глашатый, не уразумев, в чем дело, доложил Фрасибулу о том, что видел, а тот понял поступок Периандра в том смысле, что следует убивать выдающихся людей. Такой образ действий выгоден не только тирании, и не одни лишь тираны так поступают, но то же самое происходит и в олигархиях, и в демократиях, а строкизм имеет в известной степени то же значение именно посредством изгнания выдающихся людей подрезывать в корне их могущества. Так же поступают с греческими государствами и с варварскими племенами те, кто пользуется властью. Например, афиняне с самосцами, хиосцами и лесбосцами. Как только афиняне прочно взяли в свои руки власть, они их принизили вопреки договорам. Персидский же царь неоднократно подрубал Мидин, Вавилонин и остальные племена, гордившиеся тем, что и они в свое время пользовались господством. Вообще вопрос этот стоит перед всеми видами государственного устройства, в том числе и перед правильными. Правда, в тех видах государств, которые являются отклонениями, применение этого средства делается ради частных выгод, но оно в равной степени находит себе место и при государственных устройствах, преследующих общее благо. Это можно пояснить примером, взятым из области иных искусств и наук. Разве может допустить художник, чтобы на его картине живое существо было написано с ногой нарушающей соразмерность, хотя бы эта нога была очень красива? Или разве выделит чем-либо кораблестроитель корму или какую-нибудь иную часть корабля? Разве позволит руководитель хора участвовать в хоре кому-нибудь, кто поет громче и красивее всего хора? Таким образом, нет никаких препятствий к тому, чтобы люди, обладающие единоличной властью, действуя в согласии с выгодой для государства, прибегали к этому средству в том случае, когда оно является одинаково полезным как для их личной власти, так и для блага государства. Недаром же там, где дело идет о неоспоримом превосходстве, мысль об астрахизме находит некое справедливое оправдание. Конечно, лучше, если законодатель с самого начала предаст государству такое устройство, что не окажется нужды прибегать к такого рода врачеванию, а лишь при втором плавании в случае надобности можно попытаться исправить дело при помощи такого рода поправки. Второе плавание. Поговорка, смысл которой тот, что, когда попутный ветер изменил, приходится плыть на веслах. Не то происходило в государствах. Прибегая к астрахизму, они имели в виду не выгоду для соответствующего государственного устройства, а преследовали при этом выгоду для своей партии. И так ясно, что при тех видах государственного устройства, которые представляют собой отклонения, астрахизм, как средство выгодное для них, полезен и справедлив. Но ясно и то, что, пожалуй, с общей точки зрения астрахизм не является справедливым. При наилучшем же виде государственного устройства большое затруднение возникает вот в чем. Как нужно поступать в том случае, если кто-нибудь будет превосходить других неизбытком каких-либо иных благ, вроде могущества, богатства или обилием друзей, но будет отличаться избытком добродетели. Ведь не сказать же, что такого человека нужно устранить или удалить в изгнание. С другой стороны, нельзя себе представить, чтобы над таким человеком властвовали, потому что в таком случае получилось бы приблизительно то же самое, как если бы, распределяя государственные должности потребовали власти и над Зевсом. Остается одно, что, по-видимому, и естественно. Всем охотно повиноваться такому человеку, так что такого рода люди оказались бы в государстве пожизненными царями. Быть может, после приведенных выше рассуждений уместно перейти к рассмотрению сущности царской власти, которая, по нашему утверждению, является одним из правильных видов государственного устройства. Исследованию подлежит вопрос, полезна ли царская власть для государства и страны, стремящихся иметь прекрасное устройство, или не полезна, а наоборот предпочтительнее какой-нибудь иной вид правления, или для одних государств царская власть полезна, для других не полезна. Но предварительно следует установить, существует ли только один вид царской власти, или же имеется несколько ее разновидностей. Нетрудно усмотреть, что существует несколько видов царской власти, и самый способ ее проявления в каждом данном случае не один и тот же. так царская власть в лакедемонском государственном устройстве, по-видимому, основывается преимущественно на законе, но она не является верховной властью в полном смысле. Царь, верховный вождь военных сил, лишь в том случае, когда он выходит за пределы страны. Сверх того, царям предоставлено ведать религиозным культом. Таким образом, эта царская власть является как бы некой неограниченной и несменяемой стратегией, но право казнить царь имеет исключительно только во время похода. То же самое было и в глубокой древности, во время военных экспедиций, когда действовало право сильного, о чем свидетельствует Гомер. Агамемнон на народных сходках выслушивал брань, сдерживая себя. Но когда войско отправлялось против неприятеля, он имел полную власть казнить, недаром он заявляет, если же кого я увижу вне ротоборства, нигде уже после ему не укрыться от псов и пернатых, смерть в моих ведь руках. Итак, вот один из видов царской власти пожизненная стратегия. Она бывает либо наследственной, либо выборной. Наряду с ней встречается другой вид монархии, примером которой может служить царская власть у некоторых варварских племен. Она имеет то же значение, что и власть тираническая, но основывается она и на законе, и на праве наследования. Так как по своим природным свойствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они и подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия. Вследствие указанных причин царская власть варваров имеет характер тирании, но стоит она прочно, так как основой ее служит преемственность и закон. По той же причине и охрана ее такая, как у царей, а не как у тиранов, ведь царей охраняют вооруженные граждане, тиранов же наемники, потому что цари властвуют на законном основании над добровольно подчиняющимися им людьми, тираны же над подчиняющимися им против воли. Таким образом, одни получают охрану своей власти от граждан, а другие против граждан. Это два вида монархии. Другой вид, существовавший у древних эллинов, носит название эсимнетии. Она, так сказать, представляет собой выборную тиранию. Отличается она от варварской монархии не тем, что основывается не на законе, а только тем, что не является наследственной. Одни обладали ею пожизненно, другие избирались на определенное время или для выполнения определенных поручений. Так, например, граждане Метилены некогда избрали эсимнетом Питтака для защиты от изгнанников, во главе которых стояли антименит и поэт Алкей. О том, что Метиленене избрали Питтака именно тираном, свидетельствует Алкей в одной из своих застольных песен. Он укоряет их за то, что они при всеобщем одобрении поставили тираном над мирным несчастным городом Питтака, человека худородного. Такие виды правления с одной стороны были и являются тираническими, как основанные на деспотии, с другой стороны относятся к видам царской власти, потому что эссимнетов избирают, причем добровольно. Четвертым видом царского единовластия являются те монархии, которые существовали в героическое время и основывались на добровольном согласии граждан, равно как и на праве законного наследования, поскольку родоначальники этих героических царей оказывались благодетелями народной массы, либо как изобретатели тех или иных ремесел, либо как предводители на войне, либо как основатели государственного объединения, либо как расширившие территорию, то они и становились царями по добровольному согласию граждан, а их потомки получали царскую власть путем наследования. Власть их выражалась в предводительстве на войне, в совершении жертвоприношений, поскольку последнее не составляло особой функции жрецов, и сверх того, в разбирательстве судебных дел, причем в этом последнем случае одни цари творили суд, не принося клятвы, другие принося ее. Клятва состояла в том, что цари поднимали вверх свой скипетр. В древние времена цари управляли непосредственно всеми делами, касающимися государства, руководили его внутренней и внешней политикой. Впоследствии же, после того, как от некоторых функций своей власти они отказались сами, а другие были отняты у них народом, в одних государствах за царями сохранилось только право жертвоприношений, в других, где все-таки может идти речь о царской власти, цари удержали за собой лишь право быть главнокомандующими за пределами страны. Итак, вот четыре вида царской власти. Во-первых, царская власть героических времен, основанная на добровольном подчинении ей граждан, но обладавшая ограниченными полномочиями, а именно царь был военным предводителем, судьей и ведал религиозным культом. Во-вторых, царская власть у варваров, наследственная и деспотическая по закону. В-третьих, так называемая эсимнетия, выборная тирания. И в-четвертых, царская власть в лакедемоне, представляющая собой в сущности наследственную и пожизненную стратегию. Эти четыре вида различаются указанными выше свойствами. Пятым видом царской власти «Будет тот, когда один человек является неограниченным владыкой над всем, точно так же, как управляет общими делами то или иное племя или государство. Такого рода царская власть есть как бы власть домохозяйственная, подобно тому, как власть домохозяина является своего рода царской властью над домом, так точно эта всеобъемлющая царская власть есть в сущности домоправительство над одним или несколькими государствами и племенами. Строго говоря, существует только два вида царской власти, подлежащих рассмотрению, этот последний вид и царская власть в лакедемоне. Остальные три вида в большинстве случаев занимают промежуточное положение между указанными. Их полномочия с одной стороны меньше всеобъемлющей царской власти, с другой превосходят власть лакедемонских царей. Таким образом, исследованию подлежат, собственно говоря, два следующих вопроса. Один. Полезно или не полезно для государств иметь у себя пожизненного стратега и должен ли он происходить из определенного рода или быть выборным? Другой. Полезно или не полезно, чтобы один человек был неограниченным владыкой над всем? Исследования пожизненной стратегии относятся скорее к области законодательной деятельности, нежели к вопросу о государственном устройстве, потому что эта стратегия может найти себе место при всяких устройствах, так что первую разновидность царской власти опустим. Что же касается другой ее разновидности, то она действительно представляет собой вид государственного устройства, почему мы и должны рассмотреть его и коснуться заключенных в исследовании о нем трудностей. Исходная точка наших изысканий обсуждение следующего вопроса. Под какой властью полезнее находиться? Под властью лучшего мужа или под властью лучших законов? Те, кто решает, что полезно быть под властью царя, ссылаются на то соображение, что законы выражают собой только общие положения и не заключают в себе предуказаний на отдельные случаи. Поэтому было бы нелепо, как и при всякого рода ином искусственном установлении, рабски придерживаться буквы предписания, вроде того, как в Египте врачу дозволено было отклоняться по истечении четырех дней, если же он делал это раньше, то поступал так на свой страх. Таким образом, выходит по той же самой причине, что государственный строй, строго придерживающийся в мелочах буквы закона, не есть наилучший. Однако правители должны руководствоваться общими правилами и лучше то, чему чужды страсти, нежели то, чему они свойственны по природе. В законе их нет, а во всякой человеческой душе они неизбежно имеются. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что зато наилучший муж будет судить более правильно в каждом отдельном случае. Как бы то ни было, ясно, что ему необходимо быть законодателем, и что должны существовать законы, теряющие однако свою силу, тогда, когда они извращаются, во всех же других случаях остающиеся в силе, если же о чем-либо закон не в состоянии вообще решить или решить хорошо, то кто должен властвовать? Один наилучший муж или все? Правда, в настоящее время сходятся вместе, творят суд, совещаются и выносят решения, но все эти суды касаются единичных дел. Если же взять любого в отдельности, то он, возможно, окажется хуже, но ведь государство состоит из многих, и, подобно тому, как пиршество в складчину бывает лучше обеда простого на одного человека, так точно и толпа о многих вещах судит лучше, нежели один человек, кто бы он ни был. Сверх того, масса менее подвержена порче. Подобно большому количеству воды, масса менее поддается порче, чем немногие. Когда гнев или какая-либо иная подобная страсть овладевает отдельным человеком, решение последнего неизбежно становится негодным. А чтобы это случилось с массой, нужно, чтобы все зарос пришли в гнев и в силу этого действовали ошибочно. Под массой же следует разуметь свободно рожденных, ни в чем не поступающих вопреки закону, за исключением только тех неизбежных случаев, когда закон оказывается недостаточным. Если это нелегко бывает среди многих, то как же будет, когда имеется несколько хороших мужей и граждан, кто менее подвержен порче, один ли правитель или несколько числом больше, но все одинаково хорошие. Разве не ясно, что эти последние? Но эти несколько вступят в распри, а один стоит вне такой борьбы. Этому возражению, пожалуй, возможно противопоставить то, что те несколько одарены превосходными душевными качествами, как и тот один. Если правление нескольких людей, всех одинаково хороших, следует считать аристократией, а правление одного лица царской властью, то аристократия оказалась бы для государства предпочтительнее царской власти, все равно, будет ли власть опираться на вооруженную силу или же обойдется без нее, лишь бы только оказалось возможным привлечь к правлению нескольких подобных людей. Может быть, в прежние времена люди управлялись царями именно вследствие того, что трудно было найти людей, отличающихся высокими нравственными качествами, тем более, что тогда вообще государства были малонаселенными. Кроме того, царей ставили из-за оказанных ими благодеяний, а их оказывали хорошие мужи. А когда нашлось много людей одинаково доблестных, то, отказавшись подчиняться власти одного человека, они стали изыскивать какой-нибудь общий вид правления и установили политию. Когда же поддаваясь нравственной порче, они стали обогащаться за счет общественного достояния, из политии естественным путем получались олигархии, ведь люди стали почитать богатство, из олигархии же сначала возникли тирании, а затем из тирании демократии, неизменная страсть корыстолюбия правителей, постоянно побуждавшая их уменьшать свое число, повела к усилению народной массы, так что последняя обрушилась на них и установила демократию, а так как государства увеличились, то, пожалуй, теперь уже нелегко возникнуть другому государственному устройству помимо демократии. Если кто-либо признал бы, что наилучший вид правления для государств царская власть, то возникает вопрос, как быть с царскими детьми? Что же и потомство также должно царствовать? Но ведь если среди него окажутся такие люди, какие уже бывали, то это будет пагубно. В этом случае пусть царь, раз он имеет в своих руках полноту власти, не передает власть таким детям. однако в этом деле не так легко ему довериться, ибо оно затруднительно само по себе и требует от человека большей добродетели, чем это свойственно человеческой природе. Является также затруднение и при решении вопроса о вооруженной охране. Должен ли вступающий во власть иметь в своем распоряжении военную силу, опираясь на которую он будет в состоянии заставить повиноваться себе тех, кто этого не желает? А иначе как он может справиться с управлением? Ведь если бы даже он был полновластным владыкой по закону и не совершал ничего по своему произволу и вопреки закону, все-таки у него несомненно должна быть в распоряжении известная сила, опираясь на которую он будет в состоянии охранять законы. Правда, по отношению к законному царю вопрос этот может быть решен быстро и без затруднения. Такой царь должен владеть вооруженной силой, и она должна быть настолько значительной, чтобы царь, опираясь на нее, оказывался сильнее каждого отдельного человека и даже нескольких человек, но слабее массы граждан. Такую именно охрану давали древние, когда они назначали править государством какого-либо эсимнета или тирана. И когда Дионисий стал требовать себе охрану, кто-то посоветовал Сиракузинам дать дать ему охрану в таких именно размерах. Наше изложение привело нас теперь к рассуждению о таком царе, который во всем поступает по собственной воле. О таком царе нам и следует представить свои соображения. Так называемая законная монархия не является, как мы уже сказали, особым видом государственного устройства. При всяком виде его, например, при демократии или аристократии, может существовать пожизненная стратегия. И во многих государствах во главе внутреннего управления ставится один полномочный человек. Такого рода власть существует в эпидамне и в апунте, только с несколько ограниченными полномочиями. Мы уже будем теперь рассуждать о так называемой всеобъемлющей царской власти, которая состоит в том, что царь правит всем по собственной воле. Некоторым кажется противоестественным, чтобы один человек имел всю полноту власти над всеми гражданами в том случае, когда государство состоит из одинаковых. Для одинаковых по природе необходимо должны существовать, по природе же одни и те же права и почет. И если вредно людям с неодинаковыми телесными свойствами питаться одной и той же пищей или носить одну и ту же одежду, то так же дело обстоит и с почетными правами. Одинаково вредно и неравенство среди равных. Поэтому справедливость требует, чтобы все равные властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, и чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся. Здесь мы уже имеем дело с законом, ибо порядок и есть закон. Поэтому предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не кто-либо один из среды граждан. На том же самом основании, даже если будет признано лучшим, чтобы власть имели несколько человек, следует назначать этих последних стражами закона и его слугами. Раз неизбежно существование тех или иных должностей, то, скажут, будет несправедливо при всеобщем равенстве объединения их в руках одного лица. А на то замечание, что закон, по-видимому, не в состоянии предусмотреть все возможные случаи, можно возразить, что и человек был бы не в силах их предугадать. Во всяком случае, закон, надлежащим образом воспитавший должностных лиц, предоставляет им возможность в прочих делах выносить судебные решения и управлять, руководствуясь наиболее справедливым суждениям. Он позволяет им вносить в него поправки, если опыт покажет, что они содействуют улучшению существующих установлений. Итак, кто требует, чтобы властвовал закон, по-видимому, требует, чтобы властвовало только божество и разум, а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное начало, ибо страсть есть нечто животное, и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы они были и наилучшими людьми. Напротив, закон это свободный от безотчетных позывов разум. Пример из области искусств, который показывает, что лечить согласно букве предписания плохо, а предпочтительнее обращаться к знатокам врачебного искусства представляется ошибочным. Врачи ведь ничего не будут делать из дружбы против правил. Они вознаграждение получают после того, как вылечили больного. Напротив, люди, занимающие государственные должности, зачастую во многом поступают, руководствуясь злобой или приязнью. В случае, если возникает подозрение, что врачи по наговору недоброжелателей собираются ради корысти погубить больного, люди предпочитают, чтобы они лечили согласно букве предписания. Больные врачи зовут к себе других врачей, педатрибы, занимаясь гимнастическими упражнениями, приглашают других педатрибов, потому что они не в состоянии судить об истине, когда дело касается их самих, и они сами подвержены страстям. Таким образом, ясно, что ищущие справедливости ищут чего-то беспристрастного, а закон и есть это беспристрастное. Сверх того, следует прибавить, что законы, основанные на обычае, имеют большее значение и касаются более важных дел, нежели законы писанные. Так что, если какой-нибудь правящий человек и кажется более надежным, чем писанные законы, то он ни в коем случае не является таковым по сравнению с законами, основанными на обычае. К тому же не очень легко одному человеку наблюдать за многим, поэтому ему придется назначить в помощь нескольких должностных лиц. Какая же в таком случае разница, создается ли такое положение вещей сразу, или один человек устанавливает соответствующий порядок? К этому можно присоединить то, о чем было сказано выше. Если дельный муж вследствие того, что он лучше другого имеет право на власть, то ведь двое хороших мужей лучше одного хорошего. Сюда подходит и изречение «два совокупно идущих» и пожелание Агамемнона, если бы десять таких у меня советников было. И в настоящее время должностные лица бывают правомощны выносить свои решения по поводу некоторых дел, например, судья, в том случае, когда закон не способен дать решение. Но там, где это оказывается возможным, ни у кого не является сомнение в том, что самое лучшее будет предоставить власть решению именно закону. И только вследствие того обстоятельства, что решение одних вопросов может быть подведено под законы, а других не может, приходится недоумевать и исследовать, что предпочтительнее, господство ли наилучшего закона или господство наилучшего мужа, так как вопросы, обычно требующие обсуждения, не могут быть заранее решены законом. Защитники господства закона вовсе не говорят против того, что в подобных случаях решение должно исходить от человека. Они настаивают только на том, чтобы это был не один человек, а несколько. Каждое должностное лицо, воспитанное в духе закона, будет судить правильно, но, пожалуй, было бы нелепостью предполагать, будто один человек, каковым бы он ни был, с его парой голосу, шеи, ног и рук, оказался бы в состоянии лучше рассмотреть дело, вынести решение и привести его в исполнение, нежели несколько людей, снабженных такими же органами и частями тела в соответствующей пропорции. В настоящее время монархи вынуждены прибегать к помощи многих глаз, ушей, рук и ног, делая соучастниками своей власти людей, сочувствующих их правлению и лично расположенных к ним. Если это не друзья монарха, они не станут поступать согласно с его предначертаниями, а если они друзья монарха и его власти, то будут так поступать, ведь дружба неизбежно предполагает совершенное равенство, так что если монарх предполагает, что такие друзья должны разделять его власть, он допускает вместе с тем, что и власть должна быть равной между равными и подобными. Вот почти все возражения выдвигаемые против царской власти. По отношению к одним лицам они, пожалуй, основательны, по отношению к другим нет. Уже самой природой заложены одно начало права и пользы для деспотии, другое для царской власти, третье для политии. Только для тирании такого начала природа не создала, равно как и для остальных видов государственного устройства, являющихся отклонениями, потому что все эти виды противоестественны. Из сказанного ранее также ясно, что среди подобных и равных полновластное господство одного над всеми не является ни полезным, ни справедливым, независимо от того, есть ли законы или их нет, и этот один сам олицетворяет закон, и независимо от того, хороший ли царствует над хорошими, или плохой над плохими, или добродетельный, над менее добродетельными. Последнее, впрочем, за исключением одного случая, который следует выделить, и о котором нам отчасти пришлось говорить выше. Но прежде всего следует определить, что должно разуметь под началами монархическим, аристократическим и политическим. Монархическое начало предполагает для своего осуществления такую народную массу, которая по своей природе призвана к тому, чтобы отдать управление государством представителю какого-либо рода, возвышающемуся над нею своей добродетелью. Аристократическое начало предполагает также народную массу, которая способна, не поступаясь своим достоинством свободно рожденных людей, отдать правление государством людям, призванным к тому, благодаря их добродетели. Наконец, при осуществлении начала политии народная масса, будучи в состоянии и подчиняться, и властвовать на основании закона, распределяет должности среди состоятельных людей в соответствии с их заслугами. Когда случится так, что либо весь род, либо один из всех будет отличаться и превосходить своей добродетелью добродетель всех прочих вместе взятых, тогда по праву этот род должен быть царским родом, а один его представитель полновластным владыкой и монархом. Как уже ранее было сказано, это будет согласно с тем правовым началом, на которое опираются те, кто обосновывает аристократический, олигархический и даже демократический вид государственного устройства, ведь они всюду признают право за превосходством, но не за любым превосходством, а за таким, какой мы обрисовали выше. Такого выдающегося мужа действительно непростительно было бы убивать или изгонять или подвергать астракизму, равно как и требовать от него хотя бы частичного подчинения, ведь части не свойственно быть выше целого, а таким целым и является в нашем случае человек, имеющий такого рода превосходство. Следовательно, остается одно – повиноваться такому человеку и признавать его полновластным владыкой без каких-либо ограничений. Вот наше соображение о царской власти, какие разновидности она имеет, полезна ли она для государства или нет, и кому, и в каких отношениях. Из трех видов государственного устройства, какие мы признаем правильными, наилучшим, конечно, является тот, в котором управление сосредоточено в руках наилучших. Это будет иметь место в том случае, когда либо кто-нибудь один из общей массы, либо целый род, либо вся народная масса будет иметь превосходство в добродетели, когда притом одни будут в состоянии повелевать, другие подчинятся ради наиболее желательного существования. В предыдущих рассуждениях было показано, что в наилучшем государстве добродетель мужа и добродетель гражданина должны быть тождественны. Отсюда ясно, что таким же точно образом и при помощи тех же самых средств, которые способствуют развитию дельного человека, можно было бы сделать таковым и государство, будет ли оно аристократическим или монархическим. Почти одно и то же воспитание. Одни и те же навыки служат к усовершенствованию государственного мужа или царя. Установив это положение, мы должны попытаться сказать о наилучшем виде государственного устройства, о том, каким способом он возникает и существует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...